Наша трибуна Я имею что сказать А я думаю что Кричать не обязательно, работают все микрофоны Каждый может Высказать Не высказать Сказать Добрый день уважаемые дамы и господа Вы слушаете радио Народная волна На частоте 1430М 99,1 FM На нашем веб-сайте RadioNVC.com И конечно же на нашем YouTube канале Также называется RadioNVC Ну прежде всего Хак Песах Самиах Хак Песах Самиах Поздравляем всех С Песахом Всех кто празднует Ну вообще всех, слушай Праздник он и есть праздник Абсолютно Чтоб был мир в вашем доме Чтоб здоровье было и благополучие И чтоб коронавирус навсегда покинул ваш Вообще Мозг, ваше сердце Ваши пределы Ваши пределы Полностью Знаешь, с чего мне хотелось бы начать? В прошлый раз, когда мы беседовали с Асиэнтовой Мы так обменивались проблемами Связанными вот с коронавирусом Ну проблемами разными И в том числе В связи с объявленным карантином Значит Все бизнесы остановились Да Финансовая жизнь Так сказать Перестала существовать В некоторых случаях Ну и я как бы и рассказал О своих проблемах Я просто не представляю Как мы будем дальше существовать И сказал, что А поскольку в этой ситуации Оказалось большинство людей То мне неудобно Я помню, как-то мы обращались К нашим радиослушателям Мы делали кое-какие апгрейды И нам нужна была Помощь, поддержка Потому что Не вписывались в наш бюджет И народ откликнулся Причем довольно активно За что я искренне благодарен Так вот я сказал, что мне Неудобно обращаться В такое время Потому что все испытывают проблемы Большинство людей Подавляюще испытывают проблемы И несмотря на то, что я сказал Что мне неудобно обращаться Ты не понимаешь Три человека Пожертвовали деньги Ну видишь В общем Я не буду называть полностью имена Но мне очень хочется назвать Но не знаю Может быть люди не хотели бы Во-первых, Мила из Чикаго Спасибо огромное Нижайший поклон Владимир из Десплейнс И Гарри из Северного порта Флориды Спасибо вам огромное Это так трогательно Это очень приятно И приятно Это говорит о том Что все-таки Мы делаем что-то Что люди ценят И хотели бы Чтобы мы как-то продолжали это делать У нас есть телефонный звонок Если вы не возражаете Давайте попробуем Принять Добрый день Слушаем вас Да, добрый день Здравствуйте Поздравляем вам ребят Спасибо Ну, коронавирус не мешает Демократам гадить на Трампа Ну, а где же все-таки Расследователи-расследователи Где Линдси Грэм Где хоть такая негативная информация О демократах И об их гадость Так и придем К ноябрю К выборам И проиграем Сенат И Конгресс И Трамп Юрий, скажите пожалуйста Вот я обычно с вами соглашаюсь Все нормально Но Вот вы себе как представляете Что во время такой проблемы Коронавирус В то время, когда погибают Тысячи людей Не погибают, а умирают Тысячи людей Оля, извини Но нам все время Нам не время Нам все время Что-то Ну, серьезно Вот вы Вы считаете Что сейчас Как бы это выглядело В глазах Любого человека Если бы вдруг Сегодня Линдси Грэм Вышел И сказал Значит так Я начинаю Расследование демократов Как вы себе Это представляете Спасибо за вас Я себе это представляю Оля Ну Спасибо за ваш звонок Есть такое понятие Как Ну, по-английски На все Всему свое время И Да, может быть Сейчас Это время не Как раз не то Где нужно Проводить какие-то Расследования Сейчас нужно Вытаскивать Нашу страну Из этой задницы Экономики Нам нужно сейчас Как-то людей Устраивать на работы Возвращаться в бизнесы А мы сейчас Будем заниматься Расследованием При всем Моем Таком Нестребимом Желании К справедливости Я должен с тобой Согласиться На 150 процентов Абсолютно Сейчас не время Заниматься Тем республиканцы Отличаются От демократов Это они Затеивают Очередное расследование Очередную Попытку импичмента Очередное Тем мы Отличаемся От них А давай Возьмем на секундочку Вот так Я думаю Я думаю Это так сказать Люди А я думаю Что американцы Избиратели Это отметят Вот ты себе представляешь Сегодня Что начнут Орать Демократы Да Если Линдзи Грэм Выйдет И скажет Что я Объявляю Расследование Значит Буквально Через 15 секунд После этого Объявления Все газеты Все радиостанции Все Рупоры Утюги Телевизоры Будут Орать Вот Вот вам Ваши Республиканцы В то время Как мы А они Вот и все Абсолютно Тем более Что мы знаем Что вся пресса 99% Прессы Принадлежит Или поддерживает Или является частью Демократической партии 100% Добрый день Добрый Наступающим Вчера во время Пресс-конференции Трампа Замутили Вопросами Насчет Каких-то В каком-то штате Были выборы Видимо Федерального Судьи Что-то Произошло Если можно Поясните Буду Слушать По Ютубу Спасибо Я знаю Что вчера Праймерис Были В Вискансии Праймерис В Вискансии Да Выборы Федерального Судьи Вообще Федеральных Судьи Назначают Да Там нет Выбора Федеральных Судьи Ну Видно Что-то Пропустилось Очевидно Что-то Пропустили Или Вы что-то Не допоняли Потому что Федеральных Судьи Просто Чтобы Вы знали Их Не назначают Вери Не выбирают Их Назначают Поэтому А потом Они проходят Утверждение В Сенате И становятся Федеральными Судьями Так что Простите Не знаем Что касается Пресс-конференции Этих Вот интересно Доктор Бергс Она сказала О том Что Правительство Учитывает Всех Умерших У которых Обнаружен Коронавирус Как умерших От коронавируса Независимо От того Что Послужило Причиной Реальной Причиной Смерти То есть Я даже не знаю Хорошо Это или плохо Это плохо Потому что Это создает Вот этот Процент Смертности Повышает Его Значительно И создает Вот такую Атмосферу Паники Безысходности И Подогревает Панические Настроения Я сейчас скажу Одну крамольную вещь Но я ждал Сказать это Ну вот С прошлого Четверга Крамольная вещь В том Что чем Больше Я слежу За новостями За тем Что происходит Тем больше К сожалению Я понимаю Что Вообще В стране Понятия Не имеют Я имею ввиду Ни правительство Ни эксперты Ни все Вот эти Выступающие Это такая Отдельная тема Сейчас мы Примем звонок Давай Вернемся к этому Добрый день Вы в эфире Здравствуйте Здравствуйте Вот уже Три недели Как наши Демократы Подняли Истерику Панику Что привело К падению Экономики У нас В Нью-Йорке Например Крамп Прислал Плавучий гость Да Да Который заполнен Всего лишь Хотя там Тысяча мест Какой И всего лишь Двадцать человек Там И Джайант Центр Где проводят Шоу И Выставки Ежегодно Заполнены Кровать Но они тоже Пусуют И В Центр Парке То же самое Вот Не выдают ли Наши демократы Желаем Задействительное Потому что По Прошлым Годам По статистике За это время Умело Столько же людей От гриппа Сколько и сейчас От коронавируса Да Ну Конечно же Они создают Это даже Не без этого Я вам скажу Больше Не так Ну демократы Средства массовой информации Выполняют эту функцию Очень здорово То есть Паника Поднимается В стране До уровня Ну Ненормальности Люди Сходят с ума А потом Оказывается Что не так Все Оно было И страшно И Опять же Ты не знаешь Что нужно Сейчас Срочно Быстренько Бросаться И Собираться Группами Но В принципе Сереж Ну Я не знаю Что тебе сказать Вот честно У меня такое Упечатление Что Доктор Фаучи Что Доктор Бергс Они Вообще Не понимают Что происходит Понимаешь Вот интересно Они дают Свои рекомендации Свои советы На основе Моделей Которые делают Какие то там Специалисты Да И не одна Эта модель Ни одна Эта модель Близко Не подошла К реальности То есть Ну абсолютно Вообще Это примерно Выглядит так же Как Помнишь Англичане Смоделировали Глобальное Потепление Такая Да Да Клюшка Пресловутая За которую Эл Гор Получил Нобелевскую Премию Оказалось Что это В чистом виде Фальсификация И причем Разоблачили Лабораторию Эту Разоблачили Всю эту Кухню Нью-Йорк Таймс Отказалась Публиковать Этот материал Ну потому что Нью-Йорк Таймс Ну вот Смотри Так вот Вот с этими Моделями На основе Которых Делаются Рекомендации Вот эти Вот этой Группы Специалистов Нам же Прогрессивная Общественность Все время Обвиняет Трампа В том Что он Не прислушивается К специалистам Специалисты Должны Не предпринимать То есть КПД КПД На этот Шар Что пели Что о чем пела Все Лево Радикальное Требье Начиная От Шумера И заканчивая Последним Там Комом Всеми Этим Говорящими Головами Все Орали О том Что Трамп Расист Фашист Диктатор Вообще Удивить Ты сегодня Лымба Слушал Удивить Нет Не слушал Нет Ну Уже Значит Уже Вашингтон Пост Я Правда Я ее Вообще Не читаю Вот честно Из принципа Они вроде бы Вчера Уже Напечатали О том Что Самое Большое Количество Зараженных Этим Вирусом Бла-бла-бла-бла-бла И самое Большое Количество На которое Это влияет Это черные Не женщины Не дети Не Черные Теперь Я сегодня Слушал Раша Ну я смею Он действительно Знаешь Он иногда Бывает Хорошим Комиком Он говорит Теперь ребята Вот попробуйте Кто-нибудь из вас Сказать Хоть одно Слово Против того Что это Действительно Влияет На черных Значит Вы тут же Становитесь Расистами Зенофобами Гомофобами И так далее Да Всеми этими Фобами Но Ты понимаешь Вот Вопрос Фаучи Я давно Кстати говорил Я Потому что Я его смотрел И по CNN И на факсе И я читал его И в Wall Street Journal И в New York Times Значит Такое впечатление Как будто У нас есть два Доктора Фаучи Причем С одинаковыми Достоинствами Скажем так Научными Он говорит У республиканцев Одно В демократических СМИ Он говорит Абсолютно Другое Ты абсолютно Прав Я помню Как на Эндерсон Купер Он сказал Что я тоже Не понимаю Почему президент Не принял Так сказать Не объявил Общий Карантин Но карантин Это понятие Юридическое Президент Если на федеральном уровне Принимается Объявляется Карантин Это носит Юридический характер За этим следует Там целый ряд Ответственности В том числе Финансовой ответственности И так далее В общем Так вот С одной стороны Люди обвиняют Трампа в том Что он диктатор Авторитарный Такой Персонал И фашисты И все что хотите С другой стороны Эти же либералы Обвиняют его В том Что он Не предпринимает Жестких Диктаторских Мер Одни и те же Одни и те же Люди Обвиняют его Значит с одной стороны В диктаторских Наклонностях С другой стороны Обвиняют его Потому что он Не принимает Не предпринимает Диктаторских Поползновений На нашу свободу У нас есть звонок Давайте попробуем Добрый день Здравствуйте Вот скажите Если я К примеру На пенсии Получаю Сошлый секьюрити И получаю Пенсию Почему мне Должны дать Хоть один Цент Из бюджета Кто-то Может мне Объяснить Какие Какие Абсолютно Не положено Ничего давать Вы согласны С этим Нет Нет Почему Я сижу Дома Мне просто Скучно Но я получаю Свою пенсию Сошлый секьюрити За что Мне еще Надо давать Денег А вы мне скажите А если вы получаете Пенсию Сошлый секьюрити И тем не менее Есть очень многие люди Которые Получая Пенсию Работают Дальше что Я не работаю Я получаю Сошлый секьюрити Почему мы должны Говорить про вас Кто вы такой Простите меня При всем Нет Нет Я говорю Сколько таких есть Которые И не работают А сколько таких Которые работают Почему мы должны Думать Которые работают Да Но которые не работают Не должны Так вот вам Ответ на ваш вопрос Они же не могут Отдельно Выбирать выборочно Вот они должны Дать проверить И дать тем Которые нуждаются Которые потеряли Работать А те которые Которые не получат Организуются вместе И будут судить За дискриминацию Потому что Тем дали А нам не дали А мы абсолютно Мы нам не положены Мы не положены Понимаете Хорошо Если вам пришлю чек Позвоните нам в студию И вам когда пришлю чек Если вам он не положен Я вам дам свой адрес И я с удовольствием Приму эти деньги С удовольствием Спасибо Спасибо большое Ну С другой стороны Человек прав Он находится Скажем на сегодняшний день В более выгодной ситуации Чем нахожусь я Потому что Не из чего Этот бизнес Перестал Сережа На сегодняшний день Не дает возможности Людей которые сидят на пенсии Работают Намного больше Чем людей Которые сидят на пенсии Ничего не делают Потому что Сегодня сидя на пенсии Невозможно Свести концы с концами Особенно медицину Этот вопрос Похожий вызвал Большой интерес У людей Добрый день Вы в эфире Здравствуйте Вы знаете что Я вот на эту тему Тоже думала И у меня такое впечатление Которое базируется На предыдущих Так сказать Публикациях Примерно таких же ситуациях Это говорит о том Что если Чтобы Отделить Так сказать Которые как бы Не должны получать Надо создавать Агентство То есть надо создавать Бюрократов Сколько на них Уйдет денег Больше чем Вот То что пойдет На тех Которые получают Пенсию И социал секьюрити Плюс В магазинах В автосалонах И в чем-то еще То есть На экономику Соединенных Штатов Поэтому Нормально это все Но Тем не менее Вот Знаешь Меня просто поражает Вот эта Ситуация Где стоит Каждый раз С президентом Выходит там Целая Группа поддержки Да И вот опять же Фаучи Там Это Берг Это Там еще Там несколько человек Там все эти умники Значит Эти умники От раза до раза Меняют Свою пластинку Вернее то Что на этой пластинке Записано И тем не менее Ни в прессе Никто Не задает вопрос Скажите Вы Только что Нам говорили Делать так Теперь вы нам Говорите Делать так Где гарантия в том Что через два дня Вы вообще скажете Ничего не делать Идти на работу И не морочить никому голову Где эта гарантия Нет Нет такой гарантии Потому что Добрый день пожалуйста Здравствуйте Здравствуйте Ну если предыдущая Вот Слушательница Совершенно верно Заметила Это действительно Это как Вот Глохнуть двигатель Надо сделать Первый впрыск А там дальше Уже закрутится Конечно Вот и все А теперь вот По второй части Хотел вам ответить Что вот Человек звонит Там Говорит Вот Почему эти Не созданы Почему эти Не сопротивляются Почему Знаете Когда идет Цунами Тут Даже враги Отбрасывают Между собой Всякие разногласия Если те не хотят Ну и черт с ними Ты занимаешься Тем же сейчас Чтобы спасать А дальше уже видно будет Конечно Абсолютно Абсолютно И еще Последнее Хотел добавить Ну сейчас Что-то Забуду Ну и все Перезвоните Ничего страшного Мы еще здесь Полчаса Спасибо Спасибо вам большое Добрый день Я каждый день Стараюсь С 5 до 7 Слушать Пресс-конференцию Которые Из белого дома И вот Вчера Мучили Трампа Двумя вопросами Первый Почему Наши негри Черные Четыре раза Больше болеют Коронавирусом В этом точно Виноват Трамп И во втором Трамп виноват В том Что он похвалил Какого-то Судьи В каком-то Штате Которого Выбирали И там Произошли Выборы И вопрос Был такой Кто Будет Отвечать За те Смерти Которые Произошли По вашей Вине Выбирая Этого Судью Вот Привязательно Такие Два Вопроса Которые Очень Ну Я вам скажу На первый ваш вопрос Я могу ответить Абсолютно четко Даже цифрами Почему Черных Это задевает Намного больше Позавчера В Чикаго Мэр Лайтфуд Выступала И кричала Что она Она такая Вся из себя Переживает Черных Там Заболевают Пачками Валяются В общем Без надзора И так далее И Буквально Вчера Вышла Статистика Что за прошлые Выходные Застрелили 20 черных У меня вопрос А что эти 20 черных Во первых Делали на улице Сидели дома Да И второе Те которые Их стреляли Они же тоже Вроде бы Не дома сидели Правда Значит Почему черных Пачками Вот так Кразит Этот вирус Да потому что Они вообще Никого не слушают Они делают Что они хотят Когда они хотят Они абсолютно Не соблюдают Это Вот опять же Еще раз Законопослушные Против Людей Которым Абсолютно Все Прошу прощения Пофиг Законопослушные Сидят дома И думают о том Как им завтра Где им купить Пачку яиц А вот эти Незаконопослушные Они целыми днями Шляются по улице Друг друга Заражают Абсолютно Другой причины Не может быть Добрый день Я еще раз Позвонил Сейчас по ходу Вашего разговора Скажу Они не соблюдают Дистанцию Поэтому так Получается Ну а им Не надо соблюдать Потому что Пуля все равно Летит На каких-то Полтора километра Дистанция Да Да А вот Что я хотел Заметить Если вы Наверняка Читали Интервью С чешским Вирусоводом Соня Пековой Это единственный Вирусовод Который Очень аккуратно Сказал По поводу Этого вируса Вы читали Наверное Я читал И это И я читал И там Очень так сказать Аккуратно Она Выразилась Ну да Да Так что Я вам скажу Такую вещь Не все так просто Все вот эти Вирусологи Которые Все остальные Так что Шатко за китайском Занимали Ну я вам скажу Так Есть и Этот Индус Который Сейчас себя Пиарит На всех Ютуб Каналах На фейсбуке Есть Там Американец Один Есть один Вирусолог В Польше Который Вы знаете Я вот на это все Не обращаю внимания По одной простой причине Есть такой вопрос Если вы такой умный Почему вы такой бедный Если ты такой умный Почему же ты Со своей теорией Не соединишься С кем-то Который знает Кого-то И начинаете Что-то разрабатывать Вместо того Чтобы сидеть Перед телеком Или писать Где-то Свои домыслы Добрый день Вы в эфире Здрасте Владимир Сан-Франциско Здрасте Володь А вы записали Вот этих черных Кавит На интим Потому что интересно Тут На твиттер Знаете Такой Есть Дисуза А Дисуза Вы имеете Да Да Конечно Генеш Он как раз Написал По поводу Этот Что людей Которые В автокатастрофу Попадают И находят У них вирус Говорят Что они Значит Умагат вируса Вот Наверное Вот этих Десять черных Или двадцать Которых Застрелили У них Наверное Списали В коронавирус Ну да Да Списали Как говорится По причине Что я хотел сказать Спасибо Володь Спасибо Там Be careful Короче говоря Береги себя Добрый день Добрый день Вы помните Трамп сказал Насчет лекарства По малярии Для малярии Да Для лечения От малярии Ну был поднят Шум большой Да Мне кажется Так все успокоилось И начали Применять Это Ну я Да Я вам приведу Быстренько пример По поводу того Что оно успокоилось Представитель Округа В Детрой В Мичиган В штате Мичиган Кстати там Губернатор штата Приняла закон Того Что вот это Лекарство Гайдракси Харлакуэн Не имеет права Применять На больных Коронавирус Заболевших Коронавирусом Да Она приняла закон Теперь Одна из представителей В палате Представителей От штата Мичиган Женщина Черная В возрасте Заболела Подхватила Этот вирус Но у нее Проблема была в том Что у нее Хроническая Так называемая Лайм дизиз Короче Ей стало Очень плохо Ей действительно Стало очень плохо И она Умоляла И губернатора И там связывались Ну так Она представитель Связывались Там И с Белым домом С администрацией Короче Чтобы разрешили ей Принять Это лекарство Так вот Она Ей все таки Разрешили Она приняла Это лекарство Начала принимать Лекарство И буквально В течении Там Трех Четырех Часов Она почувствовала Улучшение Но сейчас Слава богу Она уже давала Интервью Факс Ньюз Благодарила Дональда Трампа Благодарила Всех Которые Все таки Дали возможность Ей употребить Это лекарство И теперь Станет вопрос А что же Делать дальше Вот той же Губернатору Мичигана И как вообще К этому относиться Поэтому Вот если Убрать Политику Из того Что сейчас Происходит То Людям будет Намного Проще И легче Вот и все И я Если посмотреть Компиляцию Как лево Радикальное Отревье По очереди Выступает И осуждает Он Он пропагандирует Он промоушен Делает Лекарства Которые Вообще Никак Не обследованы Не расследованы Не исследованы Никаких результат Это же Уму непостижимо Мало того Мика Бжезински Додумалась До того Что обвинила Трампа Что у него Якобы Там Какой-то Интерес В этом лекарстве Нью-Йорк Тайм Подхватил Эту мульку Ну да Доктор Бжезински Как ее сейчас Донки Подонки Абсолютные А я же Кома Сказал Что вдруг Ну действительно Лекарство Это помогает Вообще интересно Вот эти вот Постоянные Вылазки Кома Сегодня Я смотрю Там Гевин Нюнсом Начинает Они Все-таки Ищут Замену Дедушке Джо Который Может не дотянуть До съезда Или Я сегодня забыл задать вопрос Алексею Орлову Потому что он Давай Удем на эпиле Потом Совершенно верно Мы на эту тему Порассуждаем Чуть-чуть позже Возвращаемся В программу Народная трибуна И давайте Наверное Попробуем Принять Звонки Добрый день Вы в эфире Не могу Молочать И Вчера же Вот это Благодарное Письмо Демократки Которая Написала Благодарность Трампу Это было Звездным часом Для Трампа Он Минут пять На эту тему Выступал И рассказывал Как она ему Написала Это письмо И что она Теперь будет Голосовать За республиканцев И в общем На эту тему Это был Звездный час Он уже не упустил Этот момент Конечно Конечно Правильно Сделала Абсолютно Спасибо большое За ваш звонок Ну мы знаем Что после Вчерашних Праймарис Коммунист Самый главный Коммунист Соединенных Штатов Америки Соскочил С выборной гонки Как ты думаешь Сколько ему Заплатили За это Вот это тот же вопрос Который на ютюбе Задают наши радиослушатели Какой Откат Получил В этот раз Барни Сэндерс В прошлый раз Он там Ну разные суммы Назывались Но домик он приобрел Ну да Ну там Сумма обсуждалась Пять лимонов В прошлый раз Сколько же он получил В этот раз Очень много Потому что в этот раз Ему действительно Нужно было заплатить Чтобы он уже закрылся И ушел со сцены Хотя он заявил Хотя он заявил Что На бюллетене Его имя останется Добрый день Пожалуйста Вы в эфире Здравствуйте еще раз Владимир Да Володь Алло Так Перезвони Володь Что-то у тебя там Не сработало И Добрый день Вы в эфире И что-то не срабатывает Перезвоните 847-400-5200 Так вот Вот казалось бы Да Последний Соперник Джо Байдена Соскочил с гонки И вроде уже тут Вариантов не остается Один номинант По сути дела Ну да И ни у кого Во всяком случае У меня нет никакой Уверенности Что номинантом От демократической партии Будет Джо Байден Они все в поисках Вот это вот Бесконечное появление На телеэкранах Куома Ньюсома То есть Знаешь такие пробные шары Да И там же внутренние опросы Наверняка идут А как народ реагирует Вот из Куома Они сделали героя Вот он герой Он так борется с этим А потом вдруг всплывают Какие-то грязные истории Там скажем Деблазио продал Половина масок Или вентиляторов Которых им так Не хватало якобы В шестнадцатом году Он просто продал Половину Куома Там позакрывал Чего-то Пораспродавал Двадцать тысяч Койко-мест Да Сократил То есть Такие герои Получаются Какие-то Да Говорить Алло Здравствуйте Привет Привет У тебя там что-то сорвало Ну я Да Я еще раз Я просто вас хочу Немножко Как бы Просветить Что у нас Сан-Франциско Происходит Так Дело Да Дело в том Что я вот посмотрел Сегодня Десять умерших Ну город Почти миллионы Собственно говоря Ну да Цифры говорят о себе У меня просто жена Женушка работает В Кайзер Так И я ее Естественно вожу Каждый день Я сейчас персональный Водила Вот Значит что она мне Говорит Что Кайзер почти Полупустой Сейчас стоит Серьезно Никто в энерженсе Не ходит Тишина Полная Потому что Раньше вот эти Обам и Кэр Все бегали Ну да Сейчас они все Значит Значит С этим вирусом У них на одном этаже Лежит 8 человек Из них 6 под подозрением 2 как бы Ну уже зараженные И все Все коридоры Заставлены Кроватями Новыми Ну вот Вот и вся история Володь Объясни мне такую вещь Потому что Я вот это Как раз Никак не могу въехать Для этого Нужно жить В Сан-Франциско Вот эти Все ваши Бездомные Их что Коронавирус Просто не берет Или как это Ну там в свое время Один вроде помер от них А Я не знаю Я в центре не был Последнее время И они обычно Все толкаются Потому что Я никак не могу понять Там Такое количество Бездомных Они же постоянно Между собой Тасуются Стоят в очередях За этим там Ну Они где-то там В цивит-центре В даунтауна Ну да И руки Каждые полчаса Не мая Вроде бы я слышал Что их куда-то Там сейчас изолируют Интересно Интересно Куда ты их там Город пустой Как в 90-х В начале Там Вообще класс Едешь Народ бегает По парку Собачка нагуляет Прямо это удовольствие У вас там кстати Я обожаю это место Там у вас есть Паулл стрит парк Там Классная Классный парк Ну Прямо остановка Барта вашего Кто там А Паулл Это Рядом с Фишерман Да 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 Нет Я имею ввиду Я тоже Рядом с Голденгейт Парк А Окей Все Он открыт Люди бегают Как Я понял Спасибо Короче Володь Береги себя Давай Счастливенько Добрый день Вы в эфире Меня зовут Александр Я возраст Близый Возраст Бабина И Как бы Предложи мне 5 тысяч 5 тысяч 5 миллионов Я Не стану Скорее всего Это делать Особенно Сандар Мне кажется Это Денежный Крив Не стоит Того Что он Теряет В идее В этой гонке Он проиграет Может быть Он этот Думает Так Чтобы выйти И не проиграть На свете Ну Давайте Я понял Еще Давайте И второе Вы вот говорите Выступает Вместе с Трампом Я забыл Доктор Павлович Еще кто-то Вот он говорит То Он говорит Это Ну Простите Но они Не то что на голову Они на 5 голов Снуят Больше чем вы Если они говорят Модели Это вот Я возьму Компьютер Ну Это сложно Я наукой занимаюсь Не так просто Все Я понял Я вас очень прошу Самое главное Вы не принимайте Это близко к сердцу И оставайтесь здоровы И все будет в порядке Не волнуйтесь Близко к сердцу Что не принимать Не принимайте близко к сердцу Мои слова Почему Потому что Я боюсь Что на вас Это очень плохо повлияет Поэтому аккуратнее И все будет в порядке Ничего страшного Я вам Вас Александр зовут Да Ответьте мне Пожалуйста На такой вопрос Если Ну они конечно На 5 голов Выше меня Без проблем Но Я понимаю Я не имею Данных Я не выскакиваю К телекамерам И к микрофонам Я сижу Слушаю О чем говорят они Но Когда я слушаю Внимательно О чем они говорят И когда то Что они говорили Вчера Не совпадает С тем Что они говорят Сегодня А то Что они говорят Завтра Не совпадает С тем Что они говорили Вчера У меня появляется Вопрос Знают ли они Действительно Я не сомневаюсь В их Способностях Как врачей Но Знают ли они Действительно О том Что сегодня Происходит С этим коронавирусом Вот в чем Я их подозреваю Вот и все Подозревать не надо Они говорят То, что Они знают Сегодня Изменилось Что-то Они знают Другое Вышли Новые исследования Они знают Что-то еще И я еще хотел Маленькое Ну не знаю Сейчас вы скажете Подождите Сначала я вам Попробую Возразить А потом уже Вы скажете А мы-то сидим Мы что Из пальца Высасываем Вот то О чем мы говорим Вот то Что доктор Берг сказала Что люди Которые умерли Там скажем Человек С целой кучей Болезней Болезней В возрасте 94 лет Умер А при этом У него обнаружили Коронавирус И его записывают Как умершего От коронавируса Это же она Сказала Это же не мы выдумали Я подозревал Что такое происходит Но я об этом Не говорил До тех пор Пока доктор Бергс Об этом не сказала А графики О которых я говорил Которые близко Не подходят К реальности И тот же Доктор Фаучи И тот же Доктор Бергс Которая на пять Голов выше нас Это они Об этом говорят Что да Действительно Слишком большое Расхождение Они признали Это Так что Любезный Вы нас обвиняете В чем-то Непонятно В чем Нет Зачем я обвиняю Я просто говорил Что Когда занимаешься наукой Ты видишь Трудную гипотезу Ты видишь новые данные И ты можешь поменять Твое мнение Да Вы знаете Что есть Нет Нет Вы уже сказали Александр Все понятно Что когда ты занимаешься наукой Новые гипотезы появляются И так далее И так далее Но ключевая фраза Которую я произнес Что Принимаются Решения На основе Вот этих самых моделей Которые ученые Выдают на гора Но модель это Оказалась фальшивкой Ну или так Мягко говоря Модель далека От реальности А на основании Этой модели Принимается Какое-то Кардинальное Решение На уровне Федерального правительства И это меня беспокоит Вы посмотрите Мы 6 триллионов долларов В связи с тем Что на основании Этих моделей Мы все перепуганы Что у нас миллионы людей Умрут Сотни Там десятки миллионов Попадут в больницы Мы на основании этого Остановили все И замерло все И нанесли колоссальный Экономический ущерб Государству И это стоит нам 6 триллионов долларов А насчет того Что они знают Александр Я вам приведу Определенные цифры Если вы умеете считать Вы быстренько поймете О чем мы говорим Я помню о чем вы говорите Вы называете фальшивкой Фальшивкой это когда С глобальным похитлением Выяснилось Что это действительно было Такие это скоро выяснится И тогда вы будете говорить А вы же уже сделали решение Суда что это фальшивка Вот в чем дело Конечно это Это фальшивка Александр Послушайте сюда Это цифры которые выдают Ваши Ваши Пятиголовые Ученые Значит сначала Разговор шел о том Что мы получим После окончания Вот этой борьбы с коронавирусом Цифры будут 2,2 миллиона Умерших Два и два десятых Это не я сказал Это сказали Я не знаю Я видел Да вы послушайте Секунду Перестаньте со мной Вместе говорить Может вы что нибудь Научитесь Теперь Разговор идет о том Что буквально На прошлой неделе Нас пугали тем Что мы получим От ста Тысяч До двухсот Сорока Тысяч То есть уже На десять процентов Почему то По какой-то причине Непонятно Почему Уменьшились Прогнозы Опять же Базируясь на тех Моделях Которые нам Втюхивают Теперь Сегодня Вышли абсолютно Новые цифры Что сегодня Мы действительно Смотрим На шестьдесят Тысяч Где-то Примерно Умерших Два и два десятых Миллиона Двести сорок Тысяч Теперь Мы говорим О шестидесяти Тысячах А теперь Я вам сейчас Приведу Пример Который Вам придется Просто пойти И действительно Подумать На тем Что вы говорите Что такое Шестьдесят тысяч Вы знаете Понятно Что такое Шестьдесят тысяч Александр Вам эта цифра Ничего не напоминает Нет Шестьдесят тысяч Да Шестьдесят тысяч Это то количество Да послушайте Вы меня Это то количество Людей Которые При нормальных Условиях Умирают Каждый год От Обыкновенного Гриппа От Тридцати До Шестидесяти Тысяч Людей Умирают В город От Нормального Гриппа А теперь Вы мне скажите Почему Наша экономика Ушла в Абсолютную Задницу Базируясь На вот этих Данных Которые нам Выдавали Ваши Пятиголовые Ученые Которые Вместо того Чтобы сначала Получить Какие-то Четкие Данные Информацию А потом Принимать Решение Сначала Выплевывают Каждый день Какую-то Новую Информацию Принимают Базируясь На этой Информации Определенные Решения А потом Меняют Информацию Меняют Решение Но пока Что Весь Народ В заднице Почему Ваши Пятиголовые Занимаются Занимаются Вот этой Ерундой Можете Мне Ответить Я хочу Сказать Что Почему Я использовал Слово Фальшивка Потому Что К сожалению За всем Этим Стоит Политика Конечно Конечно И поэтому Это мое Мнение Я могу Ошибаться Но я Более Чем Уверен Что За всем Что Происходит Стоит Во всяком Случае Это Используется В политических Целях Поэтому Цифры А Вот эти Нагнетания Атмосферы Такой Панической За этим К сожалению Стоят Пожалуйста Ну Если Вы хотите Выключите Меня И говорите Дальше Ну Теперь Вы можете Дай мне Вам Ответить Вы же Не хотите Да Говорите Уже Скажите Что-то Толковое Перестаньте Обвинять Скажите Что-то Толковое Вы Очень Бежево Говорите Толковое Я считаю Что Вы Не Всегда Говорите Толковое Окей Все Сереж Отключи Больше Вы не можете Ничего Сказать Кроме Александр Я вам скажу Что я могу Сказать Я люблю Разговаривать С людьми Которые Знают То о чем Они говорят Они занимаются Какими-то Абсолютно Идиотскими Обвинениями Вы хотите Кого-то Обвинять Позвоните Своей жене На работу Позвоните Своим детям Обвиняйте Их Я здесь Ни при чем У вас есть Какие-то Четкие Данные Какая-то Информация Пожалуйста Мы вас Выслушаем Но звонить Сюда И жаловаться И обвинять И вот эту Всю ерунду Разводить Поверьте Мне У нас Кроме Вас Хватает Кому Этим Заниматься Добрый день В эфире Здравствуйте Я не хотела Звонить Но этот Александр Меня Как говорится Сподвиг Я хочу Ему Сказать Что Когда Ученые Заведомо Закладывают В Исходные Данные Давным По принципу Одного Врача Который Высказал Опасение Что Использование Вентиляторов Этих Причем С учетом Настроек Которые Существуют На сегодняшний День Они Убивают Людей Они Убивают Потому что И Удивительные Вещи И в этом Есть логика Определенная Потому что Он говорит Это все равно Что человека Савереста Спустили Сбросили Вниз Не дали Ему Отдышаться И вдруг Накачали Его Это Один Вариант Врач Говорит О том Что Как минимум Необходимо Менять Настройки Вот В этих Вентиляторов Значит Этот Химик Но для Меня это Мне в общем Было понятно Но я даже Термины Которые Он использует Не очень Понимаю То есть Он говорит О ионах Железа Которые Там Освобождаются Вместо Этого Которые Позволяют Нести Кислород То есть Что Происходит Что Вот этот Вентилятор Гоняет На самом Деле Как бы Пустую Телегу Кислорода В этом Нет То есть Там Химический Процесс Произошел Какой-то И К сожалению Вот До конца Это все Так и Не изучено Не понято Но в то же Время Он говорит Вот те лекарства Которые Применяют Он обосновывает Почему Они работают Вот Скажи Такую вещь Для Александра Как ты считаешь Человек Который Является Директором CDC Или Директором Национального Института Здоровья Ты считаешь У него Хоть Доля Политики Есть В его Работе Фактически Или как Это должно Быть Как Нет Фактически Конечно Есть Вот и все Конечно Вот это ответ Александру На его Вопрос Конечно Есть К сожалению К моему Величайшему Сожалению К нашему Наверное Большинство Радиослушателей К сожалению То что происходит За тем что происходит В значительной степени Стоят политические Интересы Давай поздравим Народ С Пасхой С Пасхой Пожелаем здоровья Счастья Удачи И Оставайтесь Здоровыми Это самое главное